Маргарета Вертруда Зелле Родилась в Нидерландах. В 1895 году вышла замуж по объявлению за 39-летнего капитана Удольфа Маклиода. Я вышла замуж, чтобы стать счастливее. Через полтора года после свадьбы родила сына, а в 1998 родилась дочь Жанна Луиза. Но идиллия закончилась быстро. Измены мужа, смерть сына, скандалы. Маргарет восстала против лицемерия мужа. Оставалось только одно – изменить свою жизнь. В 1903 году они развелись. Рудольф отобрал у Жанны право на воспитание дочери. Мата Хари оказалась на грани нищеты и решила отправиться в поисках заработка в сверкающие огнями Париж. Попытки найти работу натурщицы не взяли маленькая грудь. И тут она вспомнила о своем умении танцевать. Она решила построить свою карьеру на экзотике и эротике. Ее успешный дебют состоялся в марте 1905 года. Она танцевала обнаженной. Изысканные манеры, красивые линии тела, умение двигаться, хорошее чувство ритма. Я никогда не умела хорошо танцевать. Я была первой, осмелившейся показаться перед публикой обнаженной. Люди толпами приходили посмотреть на меня. Французские газеты писали. Эти абсолютно подлинные брахманские танцы мадам Матахари выучила на яве у лучших жриц Индии. Эти танцы хранятся в тайне. Она утверждала, что впервые танцевала обнаженной еще в 13-летнем возрасте перед алтарем индуистского храма. К моменту своего дебюта она стала называть себя Матахари. В переводе с малайского – «Глаз дня в солнце». Матахари выступает в знаменитых салонах Парижа и трижды в особняке барона Ротшильда. Настоящий триумф она пережила после выступления на легендарной сцене театра Олимпия. Поговаривает, что едва ли не в каждом европейском городе у нее были знаменитые любовники, которые осыпали ее драгоценностями и деньгами. Ее натура искала бурной жизни, приключений, любовных романов. У нее было множество любовников военных из самых разных стран и армий. Первым известным любовником Матахари стал богатый помещик немецкий лейтенант Альфред Киперт. В 2010 году она стала любовницей Ксавера Руссо, богатого бежевого дельца. Она жила в его замке, все расходы нес Руссо. Но самый страстный роман был еще впереди. Биографы подсчитали, что за всю ее бурную личную жизнь у нее было более ста любовников. Русский летчик Вадим Маслов. Он служил во французской авиации. Она встретила его в самом конце своей жизни, в 16-м году. Ему 21, ей 40. Она влюбилась в юношу со всей страстью. Они хотели пожениться, но Вадим отправили на фронт, где он получил тяжелое ранение и потерял глаз. Именно к нему в госпиталь во Франции она рвалась. Она обратилась к французским военным, но те поставили условия раздобыть секретные данные у немецких военных. Во имя этой любви она пошла на все. Я обожала его. Шпионские страсти, связанные с именем Матахари, начались в 1914 году. Среди любовников Матахари были высокие чины контрразведок. Их жизнь сыграла с ней страшную игру. В январе 1917 года ее арестовали и обвинили в шпионаже. Никто не встал на ее защиту. Вина ее не была доказана. Куртизанка – да, но предатель – никогда. Ее приговорили к смертной казни. Она не захотела, чтобы ей завязывали глаза. В шляпке, перчатках она вышла на страшной подмостке. Поблагодарила присутствующих, пришедших проводить ее. Она послала расстрельной команде воздушный поцелуй. Я готова, господа. Свою смерть женщина приняла с невероятным мужеством. Когда она упала на землю, унтер-офицер произвел контрольный выстрел в левый висок лежащей женщины. Я ни о чем не жалею. Мне вдоволь досталось и слез, и боли, и несчастья. Но я познала, что такое власть женщины над мужчинами, над теми, кто вершит судьбы целых народов. Кем была Матахари? Куртизанкой, умнейшим игроком и двойным агентом, хитрой авантюристкой? Или простой женщиной со сложной судьбой, чья жизнь сложилась так, а не иначе? Об этом сегодня спорят биографы. Субтитры создавал DimaTorzok